Девушки отдыхают Ну или просто когда снимаешь свитер Елена Темникова отказалась от предложения Ольги Серябкиной записать фит В новом интервью Ольга призналась, что нашла невероятную композицию, которая имеет четкий концепт и посыл, полностью описывающий их многолетний глубокий конфликт с Еленой Но та отказалась от сотрудничества Инфаркт всех миокардов мира, если бы это вышло Все больше вещей трансформеров на подиуме, и эту куртку-платье от Wow Queen даже захотелось MSCHF, те самые, что прославились огромными красными резиновыми сапогами, продолжают хайповать на обуви со странностями Они изобрели BVD shoe, это двусторонние кроссовки-сандалии, таким образом открытыми будет либо пятка, либо пальцы ног Солдат обеспечен Керамические сумки продолжают завоевывать умы дизайнеров Цены, правда, всегда аховы Вот Monster Bag от Naomi Gillan за 2500 евро Похоже, надо учиться гончарному искусству Но я напоминаю, что ты смотришь мод дня Хасбик и ботинки Астробоя от MSCHF Нашли друг друга? Тренд можно закрывать Найдены юбка и футболка, которые пройдут испытания метро, очередью в поликлинике, такси и днем в офисе, естественно, от Лаэва В интернете негнущуюся коллекцию называют Poly Pocket в честь миниатюрных кукол с тысячей одежек в комплекте Таких же прорезиненных и пластиковых К счастью, одежда на полноразмерных модниц Джонатан Андерсон краил из кожи Был бы то пластик, представляем, какой парниковый эффект получился бы Сапоги с кармашками, куда может уместиться чья-то совесть? А дизель? Зима-осень 2023 А это внушительные золотые платформы от Skiaparelli Весенние туфли от G-Boys, главное, чтобы шипы были наружу Джейден Смит танцует для Луи Виттон в вариациях Archlight 2.0 Лоферы, кстати, очень даже ничего Украшения для ногтей от Mili Vishnia Новая блестящая сумочка в виде блестящего мишки от Gucci обойдется вам всего в 3 миллиона Сумочная фантазия от Маши Бацци И цифровые вещи уже в таком качестве, что и не отличишь их от реальности Коллаборация выходного дня от Gucci и Vans Конечно же, вангу невероятной продажи и успех Потому что, как это очевидно, когда люксовый бренд объединяется со средним классом Уже не так важно, что там по итоговому продукту Главное, что теперь за логотип Gucci можно заплатить чуть меньше обычной стоимости Помню, кстати, коллаборацию Hermes Vans, когда кеды делали из шелковых платков Было лучше Chanel сделали ту самую желанную сумку Chanel 22 в Дениме Можешь сделать себе такую же из старых джинсов Как говорится, задам Потому что не дам плохое слово А на сегодня это все С вами была Марина Базалюк Оставайтесь с нами Впереди много интересного С вами Василиса Воровец и немного фактов из мировых чартов Джарахов записался с Пегас, победительницей шоу, залетая в тренды от ВК Дуэта же дропнул сниппет и пообещал выпустить трек «Туристы» 5 апреля Рокгруппа ACDC вернется на сцену спустя 7 лет Коллектив впервые за долгое время выступит на фестивале Power Trip в Калифорнии Он пройдет уже в октябре этого года Однако продолжат ли артисты гастроли после фестиваля, пока не сообщается Сингл-альбом New Jeans OMG преодолел порог в 500 миллионов прослушиваний на Spotify Это самый прослушиваемый кей-поп-альбом в этом году И самый быстрый среди групп четвертого поколения, который достиг такой отметки Lana Del Rey стартовала с первой строчки альбомного чарта Австралии Вместе с новым альбомом Did You Know That There's Tuna on the Ocean Boulevard Последний раз певица возглавляла данный чарт в 2017 году вместе с альбомом Last for Life Легендарный гиперхит Lady Gaga Poker Face преодолел порог в 900 миллионов прослушиваний на Spotify Став пятым треком певицы с таким показателем У нового поколения появятся свои ронетки от Сергея Жукова Певец стал шоураннером совместного сериала STS и Руки Верх Продакшн Проект называется Плакса Главную роль в сериале исполнит Ника Жукова Любовный интерес главной героини сыграет певец Ваня Дмитриенко Работа над проектом, включая написание саундтреков, заняла полтора года Интересный факт В 2010 году Ники Минаж стала первым артистом в истории, у которого семь песен одновременно находились в чарте Billboard Hot 100 Ее дебютный альбом на тот момент еще даже не вышел Ариана Гранде превысила порог в 89 миллионов подписчиков на Spotify Она стала первой исполнительницей в истории и второй в целом достигшей этого рубежа, уступая только Эду Ширану Третий студийный альбом грай-музыканта STOMSEY This is what I mean получил серебряный статус на территории Великобритании Продажи достигли порог в 60 тысяч копий Пластинка одержала победу на премии Brady Awards в номинации «Лучший альбом года» Второй студийный альбом ирландского музыканта Хазьера Уастлэн Бэйби получил золотой статус на территории Великобритании Продажи достигли порог в 100 тысяч копий Композиция Хазьера и Тюьян вошла в топ-25 британского чарта на 23 место Это лучший результат для артиста за последние 7 лет со времен 2015 года Тогда композиция Summer New достигала 19 места Майли Сайрус с синглом «Flowers» остается на вершине британского синглового чарта десятую неделю подряд Таким образом, сингл певицы становится шестнадцатой песней в истории, которая сумела более десяти недель возглавлять чарт И первая за год песня, достигшая данного рубежа Последний раз такого результата достигал год назад Гарри Стэлс с суперхитом «As It Was» и в конце 2021 года Эд Ширн – «Bad Habits» – «11 недель» У Эда также есть второй хит с подобным результатом – «Shape of You» – «14 недель» Вполне возможно, что артистке удастся превзойти успех обоих исполнителей На второй строчке расположились Кевин Харрис и Элли Голдин с «Hit on Miracle» Тройку лучших закрывает знакомые диджея, коллега The Weeknd – «Die for You» Еще один сингл артиста, записанный при участии 21 Savage Creeping, закрывает десятку лучших Несмотря на прогнозы, новый сингл Taylor Swift «All of the girls you loved before» не смог войти даже в топ-10, заняв 11 место На сегодня это все новости С вами была Василиса Воробец Увидимся на следующей неделе Всем привет! Это программа «Все свои лайф» на телеканале «Европа плюс ТВ Беларусь», где мы знакомим вас с творчеством белорусских артистов С вами Александра и Василиса Партнер программы «Bar Red Hat» Улица Интернациональная, 25А И сегодня у нас в гостях рок-группа «Ворона» А давайте сейчас вкратце расскажем зрителю, что такое группа «Ворона» Группа «Ворона» — это честный рок, который призывает всех становиться лучшими Вот, и мы уже 10 лет на сцене поем свои авторские песни Сингл с вашего альбома «Редкая птица» получил такое название, как «Выше и громче» В чем смысл? Какой смысл заложен в песню? Самое интересное, что все треки альбома начинаются с первой фразы Их есть такое название Трек называется «Выше и громче» и начинается с этих строк Вот все и просто С вами группа «Ворона» Поехали! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Просто всегда оставаться собой Смеяться и плакать Когда это чувствуешь душой Просто быть собой Быть собой Выше и громче Только тогда, когда этого хочет твоя душа Быть собой Быть собой Это так просто Это так сложно Быть собой Быть собой Быть собой Быть собой А сейчас расскажите историю создания трека «До опошнего дня» Здорово! «До опошнего дня» — это очень такой личный мой трек На тематику любви То есть у меня было очень тяжелое расставание И там есть такие строчки Что до последнего дня я была любимой Но оказалось, что Открыв мою душу Всю обойму выстрелили в открытое вот это сердце Собственно, об этом и трек И мои переживания о несбывшейся любви Собственно, обойму выстрелили в открытое вот это сердце Собственно, обойму выстрелили в открытое вот это сердце Может, солнце согреть меня не смеша. От початка зимы я не бачу шо сны, А молюсь за что дня радуй Божа. Не сменить эту боль, не забыть, не стушить, Заливала я рот всем, чтоб только гориться. Залица я стала хрустнёй, целовала чужих, Что да ревно, что дня бьет, как аня фасы. О-о-о-о, та бошня огня. О-о-о-о, та бошня огня. И твой образ стоит, где бы я ни была, Я бы я ни пила, про два шима. Утягать никуда, уже сбилась зазнох, Сапсовал мне житё, как ты мог. Да, бошня огня, самый лепший была. В очи мне целовал, нам всё житьё обязал. Ближе до сердца тулил, а мне всё двери открыл. И в открытые двери всю обольму спустил. До бошня огня, до бошня огня, До бошня огня, Самой лучшей была. В очи мне целовал, нам всё житьё обязал. До бошня огня, До бошня огня, До бошня огня. В чём основные сложности и прелести жизни группы «Ворона»? Сложности, наверное, о продвижении всё-таки авторской музыки. Это достаточно сложно, потому что постоянно ищешь какие-то пути развития группы. Благодарим, конечно, «Европа плюс ТВ» и этот прекрасный, замечательный бар, которые открыли свои двери для нас. И благодарим всех зрителей, которые слушают и смотрят нас. Это нам очень помогает. Ну а радости, конечно же, это самореализация, обмен энергиями со своим слушателем и зрителем. И это даёт большие силы для того, чтобы существовать нам как группе. Какая авторская песня больше всего вам нравится из вашего репертуара? Это все как дети. Я пишу песни, поэтому они все мои любимые. Но, наверное, «Любить, страдать» она такая очень крутая. А из альбома, конечно, «Редкая птица». Я умираю, я пропадаю, одна я снова без тебя. Как мне забыться, опять напиться, иначе я сойду с ума, иначе я. Где ты? Где ты? Эти сны меня ломают. Где ты? Где ты? Помоги, я умираю. Не вижу неба, не слышу ядра, а ночью хочется петлю. Нет сил держаться, боюсь сломаться. Как жить я больше не могу. Прости меня. Где ты? Где ты? Эти сны меня ломают. Где ты? Где ты? Помоги, я умираю. Я умираю. Я пропадаю. Я пропадаю. Я умираю. Пропадаю. Пропадаю. И ночь приходит, кругами ходит. Она давно грозила сне. Боюсь, не скрою, глаза закрою. Но ночь добьет меня во сне. Добьет меня. Где ты? Где ты? Эти сны меня ломают. Где ты? Где ты? Помоги, я умираю. Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Будут ли какие-то концерты, выступления или презентации в ближайшем времени? Да, нашей группе же 10 лет в этом году. И 6 мая мы делаем огромный грандиозный концерт в честь этого события. Приходите обязательно, следите за новостями в наших соцсетях. Ребята, спасибо большое вам за классные выступления. Желаем вам творческих успехов. Спасибо. Всем рок! И сегодня у нас в гостях была рок-группа «Ворона». А мы напоминаем партнер сегодняшнего выпуска – бар «Ред Хэт», улица Интернациональная, 25А. Здесь нет чужих, здесь все свои. Пока-пока! Это все свои, все свои, все свои. С вами Александра Даниленко, музыкальная школа «Джем». Как из-за одной песни превратиться из артиста третьего сорта во всенародную любимицу? Инстасамка научит. В песне Инстасамка рассказывает о том, почему она не продается за деньги. Иллюстрируя строчки ярким видеорядом, в котором она путешествует по Дубаю, вставляет себе импланты в грудь, а ее коллеги из Инстасамка Лимитед отмывают деньги в стиральной машине. Видео за деньги «Да!» за день собрало почти миллион просмотров. На днях состоялась еще одна премьера танцевального хаос-ремикса от Артега на трек российского саунд-продюсера Васка «My Love». Хаос-биты в сочетании с мелодик техно и фирменной бас-линией от Артега делают трек более клубным. Новинка трек «Онли-ю» от проекта «Диплоу» обладает мощным электронным звучанием в сочетании с подходящим по вайбу вокалом делает трек потенциальным хитом. Дэнс-поп-новинка «My Heart Is Boom» от Фрост и Алекс Ландер. Трек наполнен бодрым мотивом и современными дэнс-битами, под которые хочется танцевать. «My Heart Is Boom» с первых секунд погружает в атмосферу тепла и дарит ощущение легкости. Церемония вручения премии «Новое радио Эверс 2023» состоялась 30 марта. Награды в виде «Золотых сирен» получили главные хитмейкеры года. Триумфатором премии стала Анна Асти, получившая два приза. За лучший клип по барам и альбом «Феникс». Дуэт «Лолиты» и «Косты Лакосты» получил «Золотую сирену» в номинации «Лучшая коллаборация» за хит «По-другому». Прорывом года был признан «Лирик», лучшим синглом «Малиновая лада» Гаязов с «Бразерс». Победителей в главных номинациях объявил генеральный продюсер «Нового радио» Роман Емельянов. Лучшим артистом стал Дима Билан, лучшей артисткой Мари Краймбери, лучшей группой «Филатов» и «Карас». Мета-артистом года по итогам голосования слушателей был назван МОД. Лучшим продюсером признали Velvet Music, глава рекорд-лейбла Алена Михайлова забрала уже третью по счету статуэтку «Новое радио Эверс». Кроме того, определился обладатель особого приза за вклад в развитие музыки. Награду получил композитор-продюсер «Народный артист России» Игорь Матвиенко. На шоу выступили Анна Асти, Мари Краймбери и Дима Билан, Лолита и Ла Коста, Гаязус Бразерс и МОД. Вы смотрели программу новостей шоу-бизнеса на телеканале Европа плюс ТВ Беларусь. Программу подготовили Марина Базилюк, Василиса Воробец, Александр Даниленко и Владимир Мухортов. Партнеры программы «Фотостудия Фотохап» на Кубоколоса-1 и музыкальная школа «Джемна Гетс» на 2А. Презусер Андрей Буяйский.